Настоящему волку все нипочем. Волк не знает, что такое страх, не знает, что такое боль и расставание. Волк никогда не забывает тех, кто ему дорог, и всегда ценит тех, кто рядом. Лично мне показалось, что автор паблика, который сегодня будет на обзоре, просто попытался скрестить все имеющиеся клише пацанской грусти. У него там и грусть, и печаль, и близкие люди, и горечь расставания, и так далее, и тому подобное, и, конечно же, волки. Но когда в пацанском паблике форсит волков, это хоть и выглядит немного странновато, но, тем не менее, имеет какое-то логическое объяснение. Ну, знаете ли, типа волчья натура, опасный нрав, так сказать, воля хищника. Все это можно как-то интерпретировать на босяцкую жизнь какого-нибудь бродяги-пацана. Но какое отношение волк имеет к любовным страданиям и каким-то амурным переживаниям, не совсем понятно. И поэтому, листая паблик «Волк-одиночка», мы сегодня как раз-таки попытаемся понять, при чем здесь вообще волки. Скажу сразу, выпуск будет не очень-то веселым, и в нем будет больше разного рода моей философии, чем каких-то шуточек и рифм и всего остального. В общем, пабликология сегодня будет не такая, какой вы всегда ее привыкли видеть. Потому что сегодня я решил не просто насмехаться над происходящим, а попытаться вникнуть в сути и попытаться понять, что же творится в голове у людей, которые это сочиняют, и насколько это все абсурдно. Так, 14, 15, 16... 16 раз я вам уже рассказывал о продуктологе, и расскажу в 17 раз. Ну, просто потому, что у него каждый раз выходит что-то новое. Лично мне больше всего из видосов зашел про энергетики и про понты, и там, правда, и про зависимость тоже. И про то, что некоторые искатели бодрости искали и не нашли, или искали и в последний раз. Уверен, вам еще зайдет про кофе, который считает тот же самый энергетик. Или про фастфуд, дошек, майонез. Все ведь хавали и дошек, и майонез одновременно. Бывало ведь. Интересно ведь узнать, как это влияет на наше здоровье. Пора о здоровье подумать, ребята. В общем, выбирайте любой продукт и смотрите про него видосик на канале продуктолога. А если чего-то не нашли, то просто пишите ему в комментах о продуктах питания, на которые вы хотите получить обзор. И, конечно же, не забывайте передавать от меня ему пламенный жирный привитосик. Ссылка, как всегда, в описании. Заголовок паблика твердо дает понять нам, что нас ждет в ленте. А именно, все о жизни волков, интересные факты, цитаты, истории, а также крутые фото гордого и верного хищника. Спойлер, из всего перечисленного там будут только цитаты и фотки волков из гугла. Но я дико проорал именно с описания, потому что ввиду неграмотности оно написано так, что создается ощущение, что там не просто цитаты, а цитаты именно волков. Вот сами посудите, цитаты, истории и крутые фото. Я прям вижу, как кто-то ходил за волками и записывал с блокнотиком все, что говорят волки в лесу. Типа, воу-воу-воу-воу, ага, так и запишем. Так, потом, ага, 10 минут нюхаем жопу у других волков, так. Потом лижем свои яйца, ага, так, так и запишем. Но раз уж кроме цитат в паблике, собственно, больше нихрена и нет, давайте же посмотрим, что ж там за цитаты и кого. Самое главное, авторы пытаются цитировать. Ведь расстаться с человеком это 5 секунд делов, а для того, чтобы расстаться с мыслями о нем, может и 5 лет не хватить. Вот то, о чем я говорил. С самого начала мы натыкаемся на цитату, где рассказывается о горечь расставания. Но хочется поинтересоваться, так а при чем здесь волк? Это типа его цитата? Или это его бросили? Или я не понимаю. Неужели он здесь только для того, чтобы грустное расставание окрасилось еще большим антуражем волчьей грусти? Выходит, что волки здесь только для того, чтобы грустное предложение из девчачьей тетрадки было более проникновенным. Хотелось бы умереть на пару дней, просто посмотреть, кому действительно плохо. Жаль, что нет мыслей в голове твоей, то, что в округе всем будет похуй. Пусть каждый из нас не без греха топчет земную твердь, но знаю точно, у дел петуха свою романтизировать смерть. И если всерьез тебя беспокоит то, кто взгрустнет, а кто нет, сделай для родины что-нибудь такое, чтобы навеки остался след. И тогда пусть не будет друзей у тебя, и один ты будешь совсем после смерти твоей. На долгие годы, будь уверен, взгрустнет совсем. Проще говоря, если уж ты так сильно беспокоишься о том, что после твоей смерти будет так мало людей, которые взгрустнут о твоей кончине, возможно, дело кроется как раз таки в тебе самом. Возможно, стоит сделать что-то хорошее в этой жизни, чтобы люди помнили о тебе даже после того, как ты умрешь. Хороших людей не забывают. Я такой человек, который терпит, терпит, но в какой-то момент точно сорвусь. И словно макака, упавшая с ветки, взвизгну и обосрусь. Честно говоря, не хотел больше рифмовать и шутить на тему говна и пердежа. Хотя, считаю, что в юморе это лучшее, над чем можно пошутить. Это самые смешные, самые крутые шутки про говно и пердеж. Может, кто бы там что ни говорил. Но тут оно просто само вот вырывается. Ну вот, как еще вы могли бы зарифмовать вот это вот я, человек, который терпит, терпит, но в один момент сорвусь. Ну тут же прям просится оно. В жизни бывают такие минуты, когда слезы туманят глаза. Но в тысячу раз тяжелее бывает, когда плачет душа, но сухие глаза. Ты, блин, серьезно? Глаза и глаза? Тебя не смутило, что у тебя в стихотворении каждая строчка заканчивается на одно и то же слово? Это все равно, что Киркоров бы пел. Если хочешь идти, иди, если хочешь забыть, иди, только знай, что в конце иди, ничего уже не иди. Не бросайте фразы сгоряча, есть слова сильнее урагана. Заживают раны от ножа, а от слов не заживают раны. Так что с человеком в бурной ссоре вы слова обиды придержите. Чтобы не причинить душевной боли, лучше вы ножом его пырните. Пусть покорчится немного ваш любимый, пусть он скорую на помощь позовет. Но зато такая рана вскоре, может быть, быстрее заживет. Иногда становится очень больно, потому что все держишь в себе. Так ты не держи! Присядь спокойно и покакай при полной луне. Чем спокойнее человек снаружи, тем больше боли у него внутри. Ну, не знаю, когда у меня внутри что-то болит, я пиздец как неспокоен. Глупо судить человека по поступкам. Гораздо важнее обратить внимание на то, что заставило его поступить так, а не иначе. Ну да, ну да, поступки ведь в нашей жизни совсем ничего не значат. Здесь происходит такая подмена понятий. На самом деле ведь да, куда важнее причина, а не следствие. Но многие поступки объясняются лишь тупостью человека, который сделал плохой поступок. И что бы кто ни говорил, поступок легче предотвратить, чем потом его оправдать. В этом-то и дело. Многие суждения неоднозначны. Нельзя все воспринимать за чистую монету. Но, как правило, это используют люди, которые просто пытаются оправдать свои плохие поступки. И, к сожалению, многие это могут воспринять за истину только потому, что красота изложения заставляет поверить, так сказать, в правдивость сказанного. Говорят за твоей спиной, значит, ты впереди. Обсуждают твою жизнь, значит, она интереснее их. Пытаются найти недостатки, значит, завидуют. Мг-г-г-г, где-то я это уже читал. Ага, да, точно. Лет 15 назад в Одноклассниках, на страницах деревенских простушек. Только вот смысла в этой фразе столько же, сколько в песнях современных рэперов. То, что окружающие обсуждают твою жизнь, твою особенность, твои недостатки, скорее всего, говорит о том, что ты ни хрена не такой, как все. И чаще всего не такой, как все далеко не говорит о том, что ты уникальная утонченная натура, которая выделяется из серой массы. Нет, чаще всего это говорит о том, что ты, скорее всего, просто ебанутый. Ведь если рассуждать, как автор данной цитаты, можно предположить, что, например, Панину, которого все вокруг осуждают и обсуждают, ему, по сути, это просто все завидуют. И на самом деле, его вот эта вот жизнь, она гораздо интереснее нашей. Я ж прям вижу, как многие завидуют Панину, типа, эх, мне б собаку, я бы одна нога здесь, другая там, как говорится. Отключи телефон, не заходи в контакт, и ты узнаешь, сколько у тебя настоящих друзей. Соверши же свой отшельничество акт, убери интернет из жизни своей. Но опасайся лишь одного, что друг твой, возможно, тоже вышел из всех социальных сетей, чтобы ты по нему был встревожен. И вот вы оба сидите одни, страдаете от одиночества, ожидая того, кому первому вдруг увидеться сильно захочется. И большего горя не знал человек, и больше не ведал страдания, чем мысль о том, что тупость его причиной была расставания. Когда читаешь всю эту чушь, приходит какое-то осознание пустоты и горечи. Неужели тысячи миллионов людей из раза в раз повторяют одно и то же, репостят и транслируют кем-то сказанные мысли, даже не вдумываясь в написанное? И во всем этом я нахожу отсылки ко многим сферам нашего современного общества. Оказывается, абсолютное большинство может поверить всему, что угодно. Главное, выдержать красоту изложения. Чем глубокомысленнее и проницательнее звучит сказанное, тем больше шансов, что это примут за истину, даже не пытаясь понять, насколько эта фраза глупа и нелогична. Основной инструмент пробуждения чувств у читателя это не попытка ему что-то вразумить, а простое потакание его самокопанием. Задача автора перед читателем просто подтвердить его ложные переживания и самолюбивую жалость к собственной персоне. Видимо, так устроен человек, что ему проще признать за истину то, с чем он согласен. Именно поэтому среди недалеких так популярны все эти цитатки, что предают дважды, любят однажды, ценят тот, кто ценит, кто не ценит, тот не ценит и так далее и тому подобное. Проще говоря, чтобы собрать вокруг себя аудиторию тупых людей, достаточно просто уметь говорить то, что хочет слышать от тебя зритель. И к великому сожалению, это работает не только в пабликах для волков, но и во всех остальных сферах в нашей жизни. Ну и в завершение я все же попытаюсь найти ответ, какое отношение имеет фотографии волков к неразделенной любви. На самом деле отношения нет никакого. Волки это просто красивая мишура, которая придает антуражу. Фотографии волков просто гармонично окрашивают это бессмысленное нытье. Волки в этом паблике выполняют точно такую же миссию, как зажженный фонарик у костра, который вы зажгли и направили на себя, когда решили рассказать страшилку своим друзьям. Ну а что вы думаете по этому поводу непременно, напишите в комментариях, мне будет интересно узнать ваше мнение и ваши умозаключения. И конечно же не забудьте подписаться на мой инстаграм, ссылочка там будет тоже в описании. Тыкаю вот сюда, чтобы подписаться на продуктолога, вот сюда, чтобы подписаться на мой канал и вот сюда, чтобы посмотреть интересные видосики. На этом у меня все, спасибо, что смотрите Жирного. Увидимся на стриме в выходные, пока! Субтитры сделал DimaTorzok